Дойти до дома. Проблема, с которой ежедневно после работы сталкиваются жители улицы 2-й застрельной в Кохме. Частный сектор не освещен. Дорога вся в выбоинах. С наступлением темноты путь к собственному крыльцу превращается в полосу препятствий. Камни, булыжники, канавы, ямы, по которым ни пройти, ни проехать нельзя. Люди падают, ломают руки, ноги, зашибаются, вызывают в другой раз скорой помощи. Дети ходят в школу. Детей очень много в детские сады. На коляске не проехать. И темень, и дороги ужасные. Улица на отшибе Кохмы. По соседству городской коллектор и коллективные сады, где, кстати, свет есть, несмотря на то, что постройки давно заброшены. За годы в темноте молодые семьи и пенсионеры приспособились, изобрели свои методы прохождения квеста в темноте. Запаслись фонариками. Телефонами освещать путь небезопасно. Криминогенная обстановка не позволяет пользоваться на улице гаджетами. Вот в данные дни вообще был гавалют. У меня жена, если идет, дочь, едет на машине встретить ее с улицы Шеевых, чтобы привезти сюда до дома. Ну, это разве хорошо? Старожилы рассказывают, 30 лет назад фонари здесь были. Но затем администрация решила помочь местным жителям. Заменить старые деревянные столбы на бетонные. Опоры поставили, а освещение так и не восстановили. Хотели как лучше, а получилось как-то так. Десятилетиями жители пытаются вернуть на свою улицу свет. Обращались и в прокуратуру, и в Кохомскую администрацию. Чиновники меняются, неизменными остаются лишь портреты на стенах их кабинетов и темнота на второй застрельной. Обращался в администрацию, к главе. Говорю, так и так. Кланял свои корни, ходил заместить у главы. Все, у меня даже было собрание у нас, встреча с главой. Он говорит, все будет вам сделано. В марте месяца я ходил к нему. Он говорит, что будет у вас, как бы написал заявление, была встреча у меня неоднократно с ним. Он мне все обещал, обещал, так и практически не сделал. Мне говорят, что сколько вы будете ходить? Неоднократно. Я говорю, сколько буду ходить, пока света у меня не будет, пока мои ноги носят, вот это я буду ходить. Жители не просят многого. Трех лампочек на их 21 дом вполне хватило бы. Но на одно из последних обращений людям ответили, что это обойдется бюджету в 750 тысяч. По сути, пожелали держаться там, пока не появятся деньги. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.